Напомним, накануне прошла 16-я прямая линия с Владимиром Путиным. В прямом эфире задать вопрос президенту удалось и жителям алтайской деревни Старая Суртайка. Селяне просили сохранить местную малокомплектную школу, что является единственной на три села. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказала, что школа закрывается. А у меня внук, два внука, которые старше идут, на следующий год в школу. А куда он пойдет, если школу закроет? Нам придется все продать и уехать отсюда. Я не хочу уезжать. Мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село умрет. К ответу на вопрос по видеосвязи подключился Виктор Томенко. В Рио губернатора заверил президента, что сельскую школу не закроют и решат проблему с педагогами в учебном заведении. Для этого Виктор Томенко после прямой линии направил Старую Суртайку своего заместителя Надежду Капуру. Она изучила ситуацию, а в Рио губернатор рассказал сегодня журналистам о дальнейшей судьбе малокомплектной школы. Там в этом году произошли некоторые изменения в худшую сторону с преподавательским составом. Примерно половина учителей написали заявление, ушли по собственному желанию. Большинство из них перешло в Быстрянскую школу. Вполне возможно, что будем осуществлять подвоз не ребятишек в школу в Быстрянскую, на центральный филиал, а будем наоборот учителей подвозить. Виктор Томенко отметил также, что школа нуждается в ремонте и подчеркнул, что в Крае нужно обратить особое внимание на малокомплектные общеобразовательные учреждения. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...